Казахстан инициирует создание в нашей стране регионального хаба по целям устойчивого развития для Центральной Азии и Афганистана. Об этом Касамжимар Тукаев заявил на саммите ООН. Он проходит в Нью-Йорке. Все подробности у Динары Абдировой. В зале штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке собрались мировые лидеры. Здесь стартовал саммит по целям устойчивого развития. Глава ООН созвал его неспроста. Задача – сверить часы и найти пути решения буксующих ключевых направлений. 17 целей, в числе которых – искоренение бедности и защита планеты должны быть реализованы к 2030 году. Президент Казахстана в своем выступлении отметил – повестка дня ООН – единственный шанс для нынешнего поколения на построение процветающего будущего. Текущие глобальные вызовы, усугубляемые геополитическими потрясениями, подрывают наши коллективные усилия. Эти препятствия невозможно преодолеть силами отдельного государства. Только благодаря единству мирового сообщества мы сможем добиться ощутимых результатов. В своем выступлении Касамжамар Тукаев не раз говорил об укреплении международного сообщества. По мнению главы государства, необходимо безотлагательно предпринимать совместные действия. По его словам, климатические, продовольственные и энергетические кризисы представляют серьезную угрозу устойчивому развитию. В этой связи президент выступил с предложениями. Требуется укрепить принцип единой ООН на региональном уровне для обеспечения лучшей синергии. Поэтому мы инициируем создание в Казахстане регионального хаба ПАЦУР для Центральной Азии и Афганистана. Он обеспечит эффективную координацию проектной деятельности ООН в регионе. А еще президент предложил участникам саммита вдохнуть новую жизнь в международную финансовую архитектуру. По его словам, для достижения цели устойчивого развития финансовая система должна способствовать равенству для всех стран, а не только для избранных больше денег нужно выделять на решение проблем экологии, образования и здравоохранения. Мы должны укреплять международное сотрудничество в области технической поддержки, научных исследований и оценки рисков под эгидой ООН. Цели в области устойчивого развития – это путь к лучшему миру для всех. Мы должны объединиться и умножить наши усилия. Казахстан всегда будет убежденным сторонником сильной и эффективной роли ООН в области устойчивого развития. Для Казахстана достижение цели устойчивого развития – это национальный приоритет. Касым Жумар Тукаев отметил, что республика активно инвестирует в устойчивое будущее. 80% госбюджета согласовано с этим. В стране есть всеобщий доступ к бесплатному образованию и здравоохранению, а новый социальный кодекс усилил защиту уязвимых групп населения, подчеркнул глава государства. Динара Абдирова при поддержке телерадиокомплекса президента. Приоритетные направления сотрудничества Казахстана с ООН обсудили Касым Жумар Тукаев и генеральный секретарь организации Антонио Гутерриш. Стороны обсудили насущные вызовы современности. Приветствую президента нашей страны, Ген Сек ООН отметил поступательное развитие двустороннего партнерства. Он подчеркнул, что Казахстан является привилегированным партнером организации, а также проводником и защитником мира на глобальном уровне. В свою очередь Касым Жумар Тукаев высоко оценил деятельность Антонио Гутерриша на посту генерального секретаря ООН. Он подтвердил готовность и далее поддерживать усилия, направленные на обеспечение мира стабильности и безопасности. На полях 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН глава государства также встретился с президентом Финляндии. Касым Жумар Тукаев отметил, что эта страна крупнейший торговый партнер Казахстана и занимает лидирующие позиции по объему инвестиций среди государств Северной Европы. У Астаны и Хельсинки есть огромный потенциал для дальнейшего укрепления политического, торгово-экономического и научно-технического сотрудничества. Саули Нинеёста выразил готовность к продолжению взаимовыгодного взаимодействия по всему спектру двусторонней повестки дня. Касым Жумар Тукаев пригласил президента Финляндии принять участие в следующем международном форуме Астана в качестве одного из основных спикеров мероприятия. В серии двусторонних встреч главы государства продолжили переговоры с президентом Эстонии. Касым Жумар Тукаев и Аллар Карис обсудили перспективы укрепления сотрудничества в различных сферах. Лидер Казахстана рассказал собеседнику о масштабных социально-экономических преобразованиях в республике. В их числе реформы, которые направлены на привлечение и защиту иностранных инвестиций. Президенты двух стран подтвердили взаимное стремление к дальнейшему углублению сотрудничества в тех сферах, где представлен общий интерес. Они также обменялись приглашениями совершить взаимные визиты. Ранее глава государства встретился с президентом Венгрии. Касым Жумар Тукаев и Каталин Новак обсудили вопросы торгово-экономического, инвестиционного и культурно-гуманитарного сотрудничества. Лидер Казахстана отметил, что между братскими народами установилось стратегическое партнерство. Оно основано на прочных исторических и культурных связях. Касым Жумар Тукаев высоко оценил активную позицию и огромный вклад в Венгрии в укрепление тюркского сотрудничества. Президент сообщил, что в ноябре Казахстан проведет 10-й юбилейный саммит организации тюркских государств. Я хотел бы отметить, что мы поддерживаем тесное сотрудничество с Венгрией. У нас очень надежные традиционные связи и отношения. Мы ценим то, чего достигли сейчас в нашем двустороннем сотрудничестве. Пользуясь случаем, я хотел бы пригласить вас посетить Казахстан. Мы также ожидаем встречи с вашим премьер-министром господином Орбаном, который приедет на саммит тюркоязычных стран. Касамжумар Тукаев также сообщил, что одну из улиц Астаны назовут в честь национального поэта Венгрии Шандора Петофи. Лидеры двух стран отметили, что важно принять совместные меры для увеличения взаимного товарооборота между Астаной и Будапештом, а также активизировать двусторонние механизмы сотрудничества. Глава государства провел переговоры с президентом Словении. Он отметил, что в Европейском Союзе Словения выступает важным партнером Казахстана. Касамжумар Тукаев пригласил Наташу Пирц-Мусор принять участие в Астанинском международном форуме в следующем году. Главы двух стран обсудили перспективы развития сотрудничества в торгово-экономической, транспортно-логистической и гуманитарных сферах. Они отметили уже имеющийся опыт взаимодействия в сферах фармацевтики, логистики и IT-индустрии. Состоялся также обмен мнениями по обеспечению стабильности и безопасности в мире и улучшению структуры ООН. Президенты договорились тесно взаимодействовать в международных структурах. Я хотел бы официально пригласить вас посетить Казахстан. В середине июня следующего года мы проведем международный форум Астана, на площадке которого будут обсуждаться вопросы политики и экономики. В этом году в июне форум прошел с большим успехом. Я надеюсь, вы будете одним из основных спикеров в будущем, наряду с другими главами государств, премьер-министрами, а также руководителями многих транснациональных компаний. Всегда есть возможности для улучшения сотрудничества между нашими странами, нет никаких проблем. Буду рада приветствовать вас в ходе визита в мою страну. Касамжимар Тукаев встретился и с президентом Ирана Ибрахимом Рейси. Лидеры двух стран обсудили перспективы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества. Глава государства подчеркнул, Казахстан придает большое значение укреплению отношений с Ираном в качестве стратегического партнера в регионе Каспийского моря. Стороны отметили важность принятия комплекса мер для того, чтобы нарастить взаимодействие в сферах транспорта, логистики и торговли. Также президент отметил положительную связь двух стран в рамках Шанхайской организации сотрудничества и других международных организаций. Мы достигли очень полезных договоренностей по визовой процедуре, а также по другим направлениям, касающимся взаимодействия бизнеса и граждан. Я хочу сказать, что Казахстан абсолютно привержен укреплению отношений с Ираном. Правительства наших стран должны принять соответствующие меры для реализации наших договоренностей, ранее достигнутых в Тегеране. Я с нетерпением ожидаю новой встречи с вами в Казахстане. В свою очередь президент Ирана отметил, Астану и Тегеран связывают отношения, основанные на крепких узах дружбы и взаимной поддержке. Также стороны особое внимание уделили потенциалу в укреплении транзитно-транспортных связей. Речь идет о больших возможностях использования железной дороги Казахстан-Туркменистан-Иран как ключевого маршрута для развития взаимной торговли и перевозок через Каспийское море. Президент подчеркнул важность строительства казахстанского торгового терминала в порту Бендер-Аббас. Для реализации намеченных планов лидеры стран договорились активизировать межправительственные контакты. Иран и Казахстан поддерживают прекрасные двусторонние отношения. Наличие такого уровня партнерства заставляет нас предпринимать дальнейшие шаги по развитию наших отношений, особенно в сфере торговли. Мы серьезно настроены на расширение отношений с братским Казахстаном. Наши страны обладают огромным потенциалом и использование этих возможностей послужит нам во благо. Открыть производство в Казахстане намерен крупнейший мировой дистрибьютор в сфере медицинских технологий. Об этом главе государства рассказал президент G.Healthcare по Европе, Ближнему Востоку и Африке Роб Уолтон. Касамжимар Токаев подчеркнул, что это позволит увеличить долю отечественного производства лекарств и медицинской техники до 50% уже к 2025 году. В планах компании производить в нашей стране ультразвуковые аппараты с последующим выпуском компьютерных томографов, антиографов и мамографов. Роб Уолтон рассказал и о создании централизованного национального цифрового архива клинических изображений. Это позволит упростить управление данными о пациентах и, как следствие, снизить стоимость услуг. Здесь, в Нью-Йорке, было подписано рамочное соглашение с ведущей американской компанией General Electric Health Care, которые являются в мире ведущим успешной компанией, которая производит медицинское оборудование. Компания планирует в Астане открыть G-Академию, где будут обучаться не только медицинские работники, но и инженеры. И все эти мероприятия приведут новые технологии в страну. Возможности взаимовыгодного сотрудничества в развитии облачных технологий и строительстве дата-центров обсудил Касамжимар Тукаев с вице-президентом корпорации Amazon Susan Pointer. В ходе беседы глава государства обратил внимание на достижения Казахстана в области электронного правительства, подчеркнув, что для дальнейшего совершенствования цифровой сферы в нашей стране потребуются лучшие в своем классе инфраструктурные решения. Руководство Amazon выразило заинтересованность в укреплении партнерства с перспективой охвата всего Центрально-Азиатского региона. В рамках встречи подписано соглашение между Министерством цифрового развития и аэрокосмической промышленности Казахстана и Amazon Web Services о приобретении облачного решения, аутпост и запуске пилотного проекта по его интеграции с платформой TASTECH. Достигнута договоренность об использовании платформы Amazon Web Services в государственных сервисах и для инсталляции государственных информационных систем. Также были обсуждены вопросы изменения законодательства в части того, чтобы Amazon Web Services пришел туда, в Казахстан, со своими решениями дата-центров. И достигнута договоренность об изменении законодательства, сделать его более гибким и подходящим для облачных технологий. И, конечно же, приход Amazon Web Services как провайдера услуг для всего IT-рынка региона. Касамжимар Тукаев принял исполнительного вице-президента Мастеркарта Николу Виллу. На встрече они обсудили перспективы сотрудничества в финансовом секторе и IT-отрасли. Глава государства поддержала решение компании выбрать Алматы в качестве регионального хаба в СНГ, Центральной и Восточной Европе. В мегаполисе Мастеркард планирует развивать бизнес и человеческий капитал в банковской сфере для всего Центрально-Азиатского региона. Никола Вилла также сообщила о планах компании продвигать казахстанские ГОФТИЧ решения за рубежом. По его словам, опытом Казахстана в сфере цифровизации, безналичной экономики и электронным правительством активно интересуются другие страны. Президент перед нами поставил четкую задачу превратить Казахстан в IT-страну, продвигать IT-экспорт. В этой связи была встреча с Мастеркардом, на которой был подписан договор о цифровом партнерстве. Что дает нам этот документ? Первое, это то, что Мастеркард выбрал Алма-Ату как город, в котором будет формировать региональный хаб. Есть три региональных хаба по миру, которых выбрал Мастеркард, и вот мы становимся очередным региональным хабом для всего мира. На встрече также стало известно, что фонд инклюзивного роста Мастеркард запускает в нашей стране программу «Страев» для цифровизации бизнеса. Совместно с Национальным банком Казахстана ведется работа по предоставлению экспертной и технологической поддержки в рамках реализации проектов цифровой тенге, системы мгновенных платежей и опенбэнкинг. Мы через платформу Мастеркарда будем продвигать казахстанские IT-решения и цифровизацию всей страны. Наш опыт цифровизации высоко оценил Мастеркард и хочет продвигать по всему миру наши IT-продукты. Это очень положительно скажется на продвижении IT-экспорта нашей страны. Встретился президент США с главным исполнительным директором компании «Рио Тинто». Касамжимар Тукаф и Якоб Штаусхольм обсудили реализацию совместных инвестпроектов в геолого-разведочной, горнорудной и металлургической промышленности. Главе государства рассказали о планах компаний по расширению деятельности в Казахстане, а также о реализации проектов по разведке медных месторождений в Кустанайской и Карагандинской областях. Касамжимар Тукаф отметил, что в республике есть крупные запасы важнейших минералов и сырьевых материалов. Они сегодня востребованы для развития высоких технологий. Казахстан принимает меры по увеличению площади геолого-разведочных работ, а также по внедрению лучших мировых практик, которые способствуют важным открытиям. Основная цель визита Касамжимар Тукафа в Нью-Йорк – это участие в сессии Генеральной Ассамблеи ООН, а также проведение двусторонних переговоров с лидерами других стран. По мнению руководителя отдела европейских и американских исследований КИСИ Бегжана Садыкова, это отличная возможность обсудить совместные шаги по достижению целей устойчивого развития, которые особенно актуальны для всех стран Центральной Азии. Естественно, внимание к нашему региону Центральная Азия, естественно, повышается в связи с нашим географическим положением, из которого мы должны извлекать как можно больше выгод. То есть через страны Центральной Азии, через Казахстан, через другие страны Центральной Азии проходят основные континентальные торговые маршруты, которые соединяют и север, и юг географические, и запад, и восток. Естественно, мы должны взаимодействовать со всеми странами. Товары почти на 40 миллиардов долларов продали казахстанские производители всего за полгода. Третий из них не сырьевой экспорт. В числе основных покупателей Россия, Китай, Узбекистан и Турция. Есть и страны дальнего зарубежья, например, Нидерланды, Великобритания и Япония. За последние месяцы нашей стране удалось расширить географию стран-импортеров. Их количество увеличилось до 125. В правительстве говорят, что оказывают поддержку предпринимателям для выхода на внешние рынки. Организовывают торговые миссии, содействуют в участии в международных выставках и бизнес-форумах. Для участия в программе в этом году отобрали 111 предприятий пищевой, химической, текстильной промышленности и сферы услуг. Нацкомпания обяжет публично отчитываться о своих займах. Такая норма прописана в новом бюджетном кодексе. Проект документа одобрили сегодня члены Кабмина. Правительство вводит и ограничения на использование целевых трансфертов из нацфонда. Деньги будут выделять только на строительство критически важной инфраструктуры. К таким объектам, как пояснил на заседании правительства глава Миннацэкономики Альбек Куантыров, относятся заводы, создающие рабочие места, а также общестрановые проекты. В новом кодексе прописали отдельную статью нацфонд детям. В свою очередь Акимы будут работать и распределять бюджет строго по плану развития своего региона. А чиновникам запретят открывать сразу несколько бюджетных программ для одной цели. Урожай зерновых Урожай зерновых Компания в северных областях страны затягивается из-за проливных дождей. Пострадало и качество зерна, говорят сельхозпроизводители. На некоторых полях посевы прорастают на корню. Подробнее об обстановке в регионе расскажет Нургуль Ахметова. У североказахстанских аграриев каждый погожий день на счету земледельцы наверстывают упущенное из-за дождей время. Порядка половины от общей посевной площади удалось убрать, однако качество зерна не радует. Зерно идет в основном четвертым классом. Вроде клейковина есть, натура вроде все есть, а вот число падения, потому что появляются проросшие зерна. Особенно те аграрии, которые свалили в волках, они очень многое потеряли. Они больше 50% потеряли и по качеству. И зерно прорастает, они его не могут взять с поля, оно остается. Уборочная кампания затягивается и в Кустанайской области. В некоторых районах пшеница подходит лишь на корм для скота, говорят аграрии. По словам земледельцев, как минимум треть зерна будет непригодным для переработки. Из-за затяжных осадков и повышенной влажности посевы прорастают на корню и теряют свои продовольственные качества. Сейчас такие осадки, они смывают клейковину. То есть у нас может получиться некачественное зерно, оно будет фражное. Если клейковины не будет, будет четвертый, пятый класс, цены вообще не будет. Аграрии Акмолинской области после двухнедельного простоя возобновили уборочные работы. Пока им удалось убрать меньше трети от общей посевной площади. Миллион двести восемьдесят гектаров уже убрано. Это составляет 27% от общего количества. Работа будет продолжаться, все зависит от погодных условий. Вообще в плане у нас норма за один день 150 тысяч гектаров. В данное время убираем вчера-сегодня 100 тысяч гектаров. Аграриям, которые понесли убытки из-за погодных условий, окажут поддержку, заверили местные власти. Для просушки зерна хозяйством с северных областей выделяют дополнительный объем удешевленного дизельного топлива. 20 миллиардов тенге выделят фермерам на обновление сельхозтехники в Казахстане. На эти средства они смогут приобрести в лизинг комбайны и тракторы. Технику можно будет оформить под 6% на срок до 10 лет. При этом сумма займа не должна превышать 205 миллионов тенге. А один фермер может взять не более трех единиц сельхозтехники. И только один раз в два года. Деньги правительство берет из фонда Жаслдаму. Это новый госоператор, который отвечает за утилизацию старого автопарка в стране и собирает утиль платежи. Напомню, увеличить темпы обновления сельхозтехники поручил правительству глава государства. Продолжение следует... Лишь в следующем году. Есть проблемы и по реконструкции теплосетей. В нескольких регионах не успевают завершить работы в срок. К слову, в этом году на эти цели выделено свыше 100 миллиардов тенге. Акимам областей поручено проводить ежегодный мониторинг и следить за ходом работы. В этом году в Североказахстанской области на ремонт отопительных котлов выделили 763 миллиона тенге. Сейчас работы завершают в пяти районах. По словам руководителя управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, социальные объекты полностью готовы к зимнему сезону. В первую очередь отопление получат школы, детские сады, поликлиники и больницы. Затем по очереди к теплу подключат многоэтажные жилые дома. Кроме того, на 88% завершены работы на теплоэлектроцентрале, где в марте прошлого года обрушился дымоход. В районах области будут задействованы 24 центральных котельных, 9 частных котельных и 15 котельных с долей участия государства, которые будут обеспечивать теплом 357 объектов, из них 265 жилых домов и 92 социальных объекта. В текущем году на подготовку котельных выделено 763 миллиона, освоено уже 610 миллионов. 65 новых школ обещают построить в столице до 2027 года. Они будут рассчитаны на 177 тысяч ученических мест. Об этом стало известно по итогам встречи министра просвещения Гани Бесимбаева и Акима Астаны Жениса Касымбека. Они обсудили вопросы развития инфраструктуры образования города. По словам главы ведомства, новые объекты образования позволят снизить нагрузку со школ с трехсменным обучением. Сейчас же в Астане насчитывается 171 школа, в них учатся больше 260 тысяч детей. И на этом пока все. Увидимся.